Я просто нахожу середину грудины и ставлю. Всё, я знаю, что сердце здесь. Прямые руки, прямые локти не сгибаются. Работаю туловищем. Раз, два, три, четыре. Сотрудники аварийно-спасательного отряда обучают пушкинских священников способом оказания первой помощи утонувшим. Летом они дежурят на акватории в селе Тишково, где следят за отдыхающими на воде. А в холодное время года достают провалившихся под лёд людей и животных. А сейчас при помощи манекена демонстрируют, как правильно делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. То есть за 30 раз кровь, которую я гоняю, обогащённую кислородом, она проходит по всему телу и попадает в мозг, что не даёт человеку умереть. Если человек недолго пробыл под водой, хватает достаточно всего два цикла таких манипуляций, человек приходит в себя. Такой семинар в пушкинском благочении проводят впервые. Священникам рассказывают, как нужно пользоваться первичными средствами пожаротушения и огнетушителем. Разъясняют, почему необходима установка сигнального извещателя. Все священники услышали разные рекомендации от МЧС о том, как нужно готовить и храмы, и свои жилища, и как настроить наших прихожан к тому, чтобы предотвратить пожар, как бороться с пожаром и как оказывать первую медицинскую помощь. Это важно знать всем священникам, напомнить себе, потому что мы эти все курсы проходили и в школе, и в семинаре. На наши праздники, на божественные праздники, большое количество людей приходит, мы видим открытый огонь, это свечи, и поэтому каждый священник должен понимать и знать, что ему делать в той или иной ситуации. Затем от теории переходят к практике. Священнослужители облачаются в полное обмундирование пожарных и, взяв в руки гидрант, пытаются потушить предполагаемое возгорание сначала с помощью специального тренажера, а после уже реальное пламя огнетушителем. Мне кажется, очень важно каждому, каждому знать те основы безопасности пожарной, как тушить, как действовать, как не паниковать. Поэтому огромная благодарность тем людям, МЧС, кто приехали, нам здесь все показали. И вживую можно было попробовать, потому что все-таки теория теорий, а практика это практика. В дальнейшем такие учения на территориях храмов и воскресных школ нашего округа планируется проводить на регулярной основе. Антон Путовец, Александр Корнеев и Анна Белова. Новости Большого округа.